Привет всем неравнодушным к Свободному искусству, гаджетам и жизни в стиле Apple В эфире первый выпуск Hi-Tech News Еженедельной информационно-развлекательной программы Из мира гаджетов, интернета и технологий Через призму самой фруктовой компании на планете Ну что ж, меня зовут Сергей и сегодня в выпуске В сети появились первые снимки нового поколения iPhone Ключевые моменты с конференцией Microsoft Build 2014 Компания Apple проведет Worldwide Developers Conference в июне этого года И многое другое Ну а далее в программе расскажу об одной бесспорно интересной функции Операционной системы iOS в рамках рубрики Секреты яблочных устройств А следом игре Первый мститель Другая война И программки под названием Documents Ну а на сладкой оставлю обзор одного любопытного аксессуара Из мира носимые электроники Погнали Ну а начнем конечно же с самого главного С новостей Минувшая неделя запомнилась достаточно большим количеством интересных событий Произошедших как с компанией Apple Так и в целом всем техномиром Так что поверьте, есть о чем рассказать iPhone 6 где-то рядом На минувшей неделе в сети появились первые шпионские фото Предположительно нового флагмана компании Apple iPhone 6 И сразу оговорюсь Выкиньте из головы все футуристичные концепты и рендеры смартфона Которые ранее попадались вам на просторах интернета Согласно последним данным Фотографии, сделанные на заводе Foxconn На секундочку главном партнере корпорации по сборке продуктов Вполне могут приоткрыть завесу тайны вокруг устройства Демонстрируя настоящий дизайн iPhone 6 К сожалению качество снимков сделанных в общем-то по всем канонам шпионского фото Не оставляет ровным счетом никакого шанса детально рассмотреть гаджет Тем не менее составить представление о задней крышке и нижнем торце смартфона можно уже сейчас Судя по всему iPhone 6 действительно получит более крупный дисплей Предположительно диагональю 4,7 дюйма И алюминиевый корпус с элементами дизайна Напоминающими по виду плеер iPod Touch пятого поколения В общем, поживем-увидим, ждем дальнейших сливов Уважай прошлое, твори будущее На минувшей неделе компания Microsoft провела Насыщенную долгожданными анонсами Ключевую конференцию по разработке софта Под названием Build 2014 Безусловно, стоит сказать, что наиболее важными событиями в ходе первого дня мероприятия Стали презентации новых смартфонов компании Nokia В лице флагмана Lumia 930 и представителей бюджетного сегмента Lumia 630 и 635 А также новой редакции мобильной операционки Windows Phone 8.1 В свою очередь, пользователям стационарных компьютеров и ноутбуков с несенсорными экранами Определенно должны прийтись по душе на выведение полноценной десктопной операционной системы Windows 8.1, собранной в обновлении, условно названном Update One Так, благодаря появлению нового контекстного меню, приложения в плиточном интерфейсе Отныне можно закрывать, сворачивать и просто уменьшать Нельзя не упомянуть о возвращении старого доброго таскбара, а также появившейся возможности Закреплять все те же плиточные приложения на классическом рабочем столе К слову, выйдет обновление уже 8 апреля Пользователи последних версий Windows 8 и 8.1 смогут скачать его абсолютно бесплатно Тем временем уже не за горами и конференция Apple Worldwide Developers Conference 2014 Анонсированная компанией на минувшей неделе Согласно официальному заявлению представителей корпораций, ежегодная конференция разработчиков WWDC пройдет в период со 2 по 6 июня 2014 года Главными темами грядущей конференции традиционно станут мобильная платформа iOS 8 А также новая редакция настольной операционной системы OS X В частности, на мероприятии будут обсуждаться вопросы, связанные с будущим этих платформ А вот что касается анонса новых продуктов, то в этом плане пока, увы, все тихо Кстати, если вы намерены попасть на WWDC, то имейте ввиду, что на этот раз Для покупки заветного билета придется проявить не только чудеса реакции и скорости Но и самой удачей, так как все они будут распределены между желающими случайным образом Ну а о новостях на этом все, так что едем дальше Вот скажите мне, кто в современном мире не любит снимать или фотографировать? Ммм? Инстаграмы, вайны, коупы и прочие социальные сети потихоньку заполоняют интернет Как бы намекая на стремительно набирающие популярность фотографии и видео Однако зачастую в качестве желания пользователя выступает намерение не просто опубликовать фотки в какой-нибудь социалке А скорее продемонстрировать их только самым родным и близким людям, которые смогут по достоинству их оценить В последнее время подобные возможности уже начинают появляться в некоторых сервисах Однако лучшее решение для подобных целей, как всегда, предлагает именно компания Apple Ну а называется это решение фотопотоки в iCloud Данная функция позволит вам, вашим друзьям или родственникам создать своего рода внутреннюю социальную сеть Которая предоставит ее участникам возможность не только опубликовывать снятые фотографии и видео А также оставлять комментарии и даже ставить лайки По сути, это один из самых удобных, быстрых и красивых способов поделиться впечатлениями с близкими людьми Ведь теперь для того, чтобы продемонстрировать фотографии, например, из отпуска, проведенного где-нибудь за границей Вам больше не придется дожидаться возвращения обратно на родину А достаточно будет просто подключить родственников к созданному фотопотоку, чтобы они могли получать снимки практически в режиме реального времени Благодаря синхронизации через iCloud или отправить им уже готовый фотопоток с заранее отредактированными файлами Ну а теперь пару слов о том, как же создать сам фотопоток Итак, для того, чтобы сделать это, вам предстоит прежде всего зайти в приложение фото Затем выбрать в фотопленке те фотографии и видео, которые вы бы хотели туда отправить После чего, нажав на иконку поделиться, выбрать значок iCloud Остается только ввести название фотопотока и пригласить друзей Прямо из контактов или через электронную почту Все, можно пользоваться Ну что ж, и теперь, наконец, пришло время поговорить о мобильном гейминге Сегодня расскажу об игре «Первый мститель. Другая война» Это официальный проект от компании GameLoft, созданный в партнерстве с крупнейшим американским издателем комиксов Компанией Marvel и вышедший в свет во многом в поддержку к одноименному фильму Несмотря на то, что по своей сути проект является лишь простой игровой адаптацией фильма Строить преждевременных выводов относительно его качества все-таки не стоит Ибо здесь есть все, начиная с красивой и оригинальной графики И заканчивая по-настоящему интересным и, что самое главное, незаурядным геймплеем Который не потребует от игрока глубокого погружения в сюжетные тяготы В игре вам предстоит возглавить ударный отряд бойцов организации ЩИТ И, нацепив костюм Капитана Америки, дать отпор самым опасным врагам человечества Всего в игре насчитывается около сотни уровней, на которых и развернутся основные баталии Причем столкнуться придется и с Зимним Солдатом, и с Королевской Коброй А также многими другими персонажами, известными по вселенной комиксов Еще одним, безусловно, важным плюсом игры является управление Нестандартная для большинства подобных проектов горизонтальная ориентация На практике показывает себя с наилучшей стороны, позволяя с легкостью управлять героем Держа смартфон в одной руке Помимо участия в стычках с врагами, игроку также предстоит пополнять ряды своей Изначально небольшой команды бойцов новыми солдатами Снайперами, штурмовиками, пехотенцами и многими другими А также время от времени заниматься прокачкой уже ранее нанятых агентов Ну и при желании докупать новые костюмы для собственного героя Стоимость игры составляет 99 рублей в случае с яблочным магазином приложений App Store А вот пользователям Android девайсов доступно в Google Play абсолютно бесплатно Безусловно, игры это всегда хорошо Но, как бы то ни было, без программ сегодня тоже не обойтись Так что пришло время поговорить о приложении, которое я специально отобрал для сегодняшнего выпуска Думаю, у многих из вас частенько возникает желание посмотреть кино Послушать музыку, почитать журналы или книги прямо со своего iOS девайса Будь то iPhone, iPad или iPod Touch Однако подключать устройство к компьютеру синхронизировать через iTunes хочется далеко не всегда Ровно так же, как и скачивать для этого тонну бестолковых приложений Поэтому согласитесь, как было бы здорово, если бы весь необходимый функционал был сразу заложен в одной простой, удобной и в то же время красивой программе И как ни странно, всем этим требованием отвечает бесплатный файловый менеджер от компании Riddle под названием Documents Приложение отлично справляется с фотографиями, видео, музыкой, текстовыми документами и таблицами, а также презентациями, PDF-файлами и электронными книгами Имеются даже возможности редактирования текстовых документов, хотя и весьма простые В приложении предусмотрена возможность синхронизации данных между несколькими iOS-устройствами посредством iCloud И взаимодействие с различными сервисами хранения данных, будь то Dropbox, Office 365, Google Drive и многими другими Разработчики также добавили в программу встроенный браузер, благодаря которому вы ровно так же, как и на компьютере, сможете скачивать книги, музыку, фильмы и другие файлы с тех сайтов, которые обычно для этого используете Отдельно хочется отметить гибкость конфигурации приложения, благодаря большому количеству имеющихся настроек, а также возможность просмотра файлов с других устройств, например, компьютера Правда, для этого он должен находиться в одной сети с тем гаджетом, которым вы пользуетесь в данный момент В сегодняшнем выпуске программы Hi-Tech News предлагаю ознакомиться с устройством одного из японских производителей электроники, компании Casio Очередным игроком на рынке носимых гаджетов и конкретно их продуктом В целом, по своему дизайну, часы не сильно выбиваются из общей концепции продуктов данной линейки Все тот же водонепроницаемый и ударопрочный корпус, красного, белого или черного цвета, выполненный из полимерного пластика Ремешок из того же материала, полностью цифровой дисплей со светодиодной подсветкой и спрятанный под минеральным стеклом В целом, несколько видоизмененный, но тем не менее, уже знакомый по предыдущим моделям В общем, по внешнему виду не скажешь, что это умные часы, ведь ничего примечательного в дизайне нет И, на мой взгляд, это не совсем правильно Однако, истинная мощь данного продукта спрятана, как говорится, под капотом А именно, поддержка Bluetooth версии 4.0 и возможность коннекта с вашим смартфоном Либо планшетом на базе операционной системы Android или под управлением iOS Если говорить конкретно об умных возможностях часов, то могут они примерно следующие Во-первых, оповещать владельца о входящих вызовах и сообщениях электронной почты Во-вторых, о новых событиях в Твиттере, Фейсбуке и Вейбе В-третьих, о событиях в календаре и напоминаниях, в назначенный день или по определенному месту на карте Оповещение владельца часов происходит посредством вибрации и сигнала, который он может настроить отдельно для каждого определенного оповещения При этом выбрав его длительность и непосредственно способ, будь то только вибрация или только сигнал, либо все вместе Плюс ко всему, в часах также предусмотрена возможность поиска потерянного устройства посредством нажатия соответствующей кнопки на корпусе Которая заставит его издать специальный тоновый сигнал Но нельзя не упомянуть и о том, что для взаимодействия с часами вам придется установить специальное приложение под названием G-Shock Plus Бесплатно доступное в магазинах App Store и Google Play Которые необходимы для осуществления спаривания, а также настройки некоторых оповещений Ну и теперь самое главное Одним из основных преимуществ данной модели часов над конкурентами является время их автономной работы Которая в данном случае составляет внимание целых 2 года на одной батарейке Причем часы способны самостоятельно экономить заряд, просто переходя в режим экономии энергии Отключая все функции связи с устройством в том случае, если вы снимаете их с руки и не используете какое-то время Само собой никуда не пропали и стандартные функции часов Поэтому мы как и прежде можем пользоваться таймером, секундомером, будильником Следить за мировым временем, пользоваться календарем и многим другим Средняя стоимость данной модели часов составляет примерно 250-300 долларов Мне же их удалось приобрести за 10 тысяч рублей Ну что ж, а на этом все С вами была еженедельная программа из мира высоких технологий Hi-Tech News Напомню, зовут меня Сергей и прощаюсь с вами ровно на одну неделю До скорого, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok